Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тротуарчик, да, чтобы пройти дальше. А тут леса. За ними, как я понимаю, строится очередной жилой комфортабельный дом. Но тем не менее автомобилисты, которые припарковали здесь свои машины, им отнюдь не комфортно. Только если перелезть. Вот такие вот чудеса прислали нам наши подписчики. Спасибо им большое. Ну и, конечно же, мы обращаем внимание, что ну как так? Ну можно же было как-то тут все продумать и сделать по-другому. А чтобы дальше пройти, нужно только по проезжей части. А как мы знаем, улица Советская очень узкая. И здесь, конечно, рискуя жизнью, автомобилисты идут дальше. Вот, кстати, пожалуйста, один уже идет. Ну а сейчас я нахожусь в Мотовелихинском районе, на бульваре Гагарина. Вот улица Макаренко, выезд на Среднюю дамбу. Здесь большая пешеходная площадка. За этим забором идет капитальный ремонт озеленения улицы Макаренко. И рядом с паспортом объекта из-под земли бьет небольшой пока фонтан непонятной жидкости. И все это растекается по тротуару. И далее, ближе к проезжей части, я как понимаю, вытекает. Причины вот этого коллапса пока неизвестны. Но жители уже обеспокоены тем, что если так будет бить фонтан и дальше, то произойдет здесь провал. И что сейчас происходит под землей, ну я думаю, только эксперт может прогнозировать. Но мы видим, что вот где вот такой вот живой кустарник, живая изгородь, как ее называют, уже затоплено. И то, что прямо из-под асфальта бьет вот этот фонтан. И выглядит, конечно, все это страшновато, потому что фонтан бьет прямо из-под асфальта. И вся эта вода, как я уже сказал, бежит к проезжей части. Но не вытекает на проезжую часть, как я вижу, ее держит бордюр. А вот здесь я вижу, друзья, вообще образовалась уже трещина. И из-под нее бьет фонтан, и вся вода вот бежит. Но это вообще как-то жутковато. И странно, что нам прислали жители видео. Мы моментально сюда приехали. И до сих пор здесь нет никаких коммунальных служб. Какой интересный нюанс мы сейчас с оператором обнаружили. Если вот там вода вытекает, а здесь образовались какие-то такие воронки, и вода обратно затекает. Поэтому, собственно, вся эта жидкость не на проезжей части. Иначе вот ближе к Макаренко, она бы, конечно, вся вытекала бы здесь. Вообще, вот здесь вот люди сейчас ходят. Насколько это безопасно? Я не эксперт, прогнозировать не берусь. Может быть, конечно, ничего страшного. Но выглядит как минимум необычно. Я очень надеюсь, друзья, что сейчас, когда вы смотрите эту программу, а мы ее записываем днем, здесь уже вовсю работают коммунальные службы. Ну и, друзья, не забываем подписываться на наш телеграм-канал и участвовать в наших конкурсах. Мы разыгрываем билеты в цирк. Победитель будет известен в следующую среду. Выигрывайте! Ну а сейчас рубрика «Авточат». Поехали!